Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Бюджет изменен на 2 миллиарда рублей. Приняты областные законы о туризме и опорном вузе. Первое заседание года в Донском парламенте. На ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка выделяется 520 миллионов рублей. Уже 215 семей получили за январь-февраль. Голосовать на выборах президента можно по месту нахождения. Заявления на смену избирательного участка принимают все МФЦ. Все было быстро и удобно. Начался третий, последний сбор. Футбольный Ростов сыграет в Испании три матча с норвежскими клубами. Танцевальная караоке. Региональный отбор на соревнованиях по киберспортивному симулятору «Джаздэнс». Утром 14 февраля у Вечного огня на Ростовской площади Карла Маркса всегда многолюдно. А в этом году церемония особенная. С проходом роты бессмертного полка, полевой кухни и, конечно, возложением цветов. Все-таки великая дата. Окончательному освобождению Ростова 75 лет. Идет бессмертный полк. Впервые в день освобождения Ростова на площади перед Вечным огнем прошел бессмертный полк. Далеко не весь, небольшая часть многотысячного войска Победы. А чтобы школьники лучше почувствовали атмосферу военного праздника, им предложили попробовать ту самую солдатскую кашу. Вообще у меня нет ни про бабушек, ни про дедушек, которые были на войне, но мы же проходили по школьному курсу и в техникуме, как бы многое знаем, как бы и гордимся нашими ветеранами. Хочется попробовать солдатской каши. В июле 42-го в Ростов, отбитый в ноябре 41-го, снова вошли фашисты. И к февралю 43-го город казался неприступным. Здесь немцы собрали 4 дивизии и к тому же простреливали атакующих с высокого берега. Лобовой удар Красной армии не прошел, но отряды Мадаяна, Пескова проходили Дон по льду и закреплялись в городе. 14 февраля Ростов-на-Дону ценой больших потерь и разрушений был полностью освобожден. Сломив упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростовом-на-Дону. И те, кто освобождал Ростов, и те, кто трудился, восстанавливая его, город был один из самых разрушенных городов после Великой Отечественной войны. Это означает одно, что Россия, которая тогда, Советский Союз, отстояли мир и независимость Европы и уничтожили сильнейшего врага, доказав силу российского оружия, патриотизм и любовь к своей отчизне. В ростовских школах и садиках сегодня проводят классные часы, рассказывая детям историю свободы их города, забывать которую нельзя ни через 75, ни через 100 лет. Елена Ребжанова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Освобождать Ростов-на-Дону Красной Армии пришлось дважды. Первый раз в 41-м. Врага выбили уже через неделю после его вхождения в город. И это была первая большая победа Советского Союза в войне. Но летом 42-го Ростов снова пришлось отдать, чтобы окончательно вернуть через полгода мощным наступлением после Великой Сталинградской битвы. Стелла памятник воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков возведена на центральной площади города и напоминает нам о трагедии 40-х. 14 февраля 1943 года на 603-й день Великой Отечественной войны прозвучало сообщение Совинформбюро, сломив упорное сопротивление противника. Наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. Упорное сопротивление и еще более упорные атаки остались в памяти Федора Зерова. 1 февраля 1943-го он был призван в 6-ю танковую бригаду. 18-летний бронебойщик воинским премудростям учился недолго. Науку побеждать проходил в боях за освобождение Ростова. В ночь на 7 февраля штурмом атаковали Батайск. Ну, танковая бригада была, бойцы наши, пехота с нами, много бойцов. И выбили ночью, ночью на 7-й, выбили из Батайска и заняли круговую оборону за Батайском. И вот этот промежуток, от 7-го числа до 14-го, шли от Батайска до Ростова целых 7 дней. Ночью, ну, наверное, часа в 4, по льду, когда лед, дом был замерзший, по льду мы пересекли дом. Пошли мы штурмом на Гнировскую. Этот памятник – символ подвига тех тысяч и тысяч бойцов, которые брали Ростов с низкого левого пойменного берега Дона. Стрела, как направление главного удара на штабной карте. На этом монументе нет безымянных. Здесь герои первого броска. И среди них политрук Александра Константиновна Назадзе. Политрук 3-й пулеметной роты 1151-го стрелкового полка. Александра Назадзе – девушка из глухого села в Абхазии. После окончания военно-политической академии 24-го ноября 1941-го попала в Батайск. Пришла в роту и уже через 6 часов наступление на Нижнегниловскую. После гибели командира подняла бойцов в атаку в свой последний бой. И тогда эта девочка встала, достала свой ТТ. И над головой, за мной, рассвет будет в Ростове. И ребята пошли. Сначала тяжелее шаронение, но ползла, истекая кровь, и гнала вперед, вперед, вперед. Но то были бои за первое освобождение города. А 14 февраля 43-го Ростов проснулся уже мирным. Израненным, но выжившим. Антроник Малхосян вспоминает, каким увидел освобожденный город. Я налево-направо посмотрел, поймите, все, все разрушено в центре. Нет ни одного дома целого. Так, только был один целый дом. Вот это на улице Соколова, там банк, там, честно, огромный. В 2018-м мы вспоминаем нелегкую военную судьбу нашего города, слушаем фронтовые рассказы ветеранов и гордимся, что Ростов-на-Дону удостоен звания города воинской славы. Галина Велоусова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. От вечного огня через исторический центр и места боев февраля 43-го. Патриотический автопробег стал частью торжеств к 75-летию освобождения Ростова. От сердца к сердцу мы хотим, чтобы все присоединились к этой акции. Считаем, что это большое. Это послание новому поколению, послание о мире, о добре, о любви, о дружбе. Многие поехали целыми семьями с детьми, чтобы рассказать им, как прадеды отстояли свободу страны. Наши дети – это то поколение, которые не могут увидеть тех ветеранов, которые завоевывали нам победу, и только мы можем донести это до их сознания. Возглавила колонну историческая военная техника с участниками военно-исторических клубов. Вот здесь вот как бы 14-го, 13-го, 75 лет назад ровно шли ожесточенные бои. Лишь один из десяти солдат, которые наступали, освобождали Ростов, выжил. То есть масштабы потерь просто огромные, мы должны чтить память. Финишировал пробег в Комжинской роще. У мемориала участники почтили память погибших и дали победный оружейный салют. Освобождение Ростова началось с операции на вокзале «Ростов-Главный» 8 февраля 43-го года. Напомнить ростовчанам и гостям города о важных огневых точках тех боев сегодня помогали воспитанники детской железной дороги. 14 февраля – день освобождения Ростова. Возьмите, пожалуйста, календарик. Спасибо. Письма-треугольники с информацией о сегодняшней дате раздают пассажирам юные железнодорожники. В феврале 43-го отряд под командованием ГУКа Самадаяна отражал здесь, на вокзале, до десятка атак в сутки. Задача была занять плацдарм и выбить врага из путейского здания. 75 лет, как Ростов освободили, это знаменательная дата. И мы, по-моему, никогда не перестанем, не устанем чтить вообще и погибших, и героев этой войны. Расцветали явлони и груши, подныли туманы над рекой. Выходи, вот нары, Катюша, на высокий берег над рукой. Пассажиры слушали песни военных лет, снимали выступления на телефоны, а желающие могли поучаствовать и в викторине. Вы знаете улицы нашего города, в честь кого были названы, в честь каких военных солдат? Вот так, на скидку, модель. А также Василий Текучев, Александр Катаев, Андрей Еременко, Василий Герасименко и еще десятки имен героев Великой Отечественной. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Звездой победы наградили свой город Новочеркасцы в день 75-й годовщины освобождения от фашистов. Решили, орден нужен покрупнее, поэтому пятиконечную звезду чертили автомобилями. Для флешмоба водители согнали сотню машин, светом фар звезда осветила площадь Ермака. Новочеркасск был освобожден от немецкой оккупации 13 февраля 1943 за день до Ростова. Смотрите дальше в выпуске. Бюджет изменен на 2 миллиарда рублей. Приняты областные законы о туризме и опорном вузе. Первое заседание года в Донском парламенте. На ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка выделяется 520 миллионов рублей. Уже 215 семей получили за январь-февраль. Голосовать на выборах президента можно по месту нахождения. Заявления на смену избирательного участка принимают все МФЦ. Все было быстро и удобно. Начался третий, последний сбор. Футбольный Ростов сыграет в Испании три матча с норвежскими клубами. Танцевальная караоке. Региональный отбор на соревнованиях по киберспортивному симулятору «Джаздэнс». В областной бюджет пришли дополнительные миллиарды. В стране появились новые выплаты при рождении первенца. Компании такси обязаны организовать перевозку инвалидов. Все эти изменения рассматривал сегодня на заседании Донской парламент, принимая поправки в соответствующие законы. В первую очередь законодатели внесли поправки в областной закон о бюджете. Доходная часть пополнилась больше, чем двумя миллиардами федеральных рублей. Эти деньги пойдут на лекарства, лечебное питание детей-инвалидов, подготовку к мундиалю стадионов, труд в Ростове и торпеда в Таганроге. Ремонт дорог в десятки городов и районов. Также дополнительные деньги предусмотрены на выплату нового ежемесячного пособия родителям при рождении первого ребенка. Семь из трех человек, чей месячный доход не превышает 47 800 рублей, смогут получать 10 500 рублей в месяц. И так пока ребенку не исполнится полтора года. На ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка выделяется 520 миллионов рублей. Уже 215 семей получили за январь-февраль эти выплаты, 724 семьи обратились за выплаты. Внесены изменения в областной закон о соцподдержке детей-сирот. С этого года увеличены выплаты приемным родителям. Доплата за особые условия труда, ежемесячная компенсация на покупку книг и периодических изданий, доплата тем, кто проживает в сельской местности. Всего максимальный размер выплат составит около 13 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Федеральный закон обязал внести поправки в областной закон о перевозке пассажиров. Теперь перевозчики должны создать все условия для инвалидов, а именно помогать при посадке, высадке, а если надо брать в автомобиль собак-проводников. Провоз коляски не должен увеличивать стоимость поездки. Так уже работают таксисты Москвы и Питера. Депутаты приняли закон о взаимодействии властей с опорным университетом ДГТУ. В ВУЗу он гарантирует материальную поддержку, зато правительство сможет заказать ему нужных регионов специалистов. Еще один важный новый закон о туризме. В окончательном виде мы принимаем закон о туризме в Ростовской области. Он вызвал очень большое обсуждение, споры, какие-то, скажем так, споры. Не все предложения, которые высказывали представители туристической отрасли, общественности попали в закон. Этот закон поможет развивать внутренний туризм, привлекая гостей в регион и помогая путешествовать с самим дончаном, развивая колоритные туристические проекты и сохраняя достопримечательности. Олеся Слынько, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Горячую линию для связи с избирателями открыла Общественная палата Ростовской области. Бесплатный номер вы видите на экране. Общественники ждут сигналов граждан о нарушениях в ходе президентской избирательной кампании и обещают довести информацию до областного и центрального избиркомов, а если надо, до правоохранителей. Горячая линия должна помочь сделать выборы открытыми и честными. Звонить на нее можно по будням с 9 до 18 часов, а с 17 по 19 марта круглосуточно. На выборах президента России 18 марта можно проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Причем оформить это право предельно просто. Заявление принимают в любом обычном МФЦ. В день выборов буду отсутствовать в Ростове, поэтому пришла подать заявление на другой избирательный участок. Все было быстро и удобно. Никаких открепительных удостоверений и лишней бумажной волокиты. Достаточно зайти в МФЦ, заполнить заявление и информация о вашем выборе. Место голосования в электронном виде будет передано в ЦИК. На руки получите лишь памятку с адресом участка, где собираетесь проголосовать. А в день выборов на этом участке для получения избирательного бюллетеня достаточно будет предъявить паспорт. Уезжаю, соответственно, в день выборов. И хотел бы проголосовать не по месту прописки, а в том городе, где я буду непосредственно находиться. Выбрать участок для голосования можно тут же в МФЦ. Здесь установлены избирательные стенды, уголки избирателей с QR-кодом. Достаточно навести смартфон, и он выдаст адреса участков по указанному адресу по всей стране. Получить эту услугу поможет консультант МФЦ. Многие расточения работают в Москве, многие жители области работают в городе Ростове-на-Дону. Студенты учатся в других хозах. И, соответственно, неудобно ради какого-то единичного взаимодействия с органом власти возвращаться по месту своего проживания. Заявку на голосование не по прописке можно подать и через портал Госуслуг до 12 марта. И еще один нюанс. После подачи заявления на изменение участка голосования еще раз поменять решение не получится. Эта услуга предоставляется только один раз. Мария Филинкова, Фатима Зурабова, Тагир Фатахов, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Ростов прозвали «папой» не зря. Нарушителей закона здесь всегда хватало. А уж после революции и начала гражданской войны карманники и налетчики особенно активизировались. И в феврале 1920-го совсем юное советское государство создает новый орган для борьбы с преступностью – Донскую милицию. В активе у младших лейтенантов полгода практики в райотделах полиции. Ведение уголовных дел и общение с настоящими преступниками. Будущий дознаватель Полина Сергеева женской профессию не считает, но уверена – девичьи слабости, доброта и хитрость в ней помогут. Дознание расследует преступление небольшое и средней тяжести, поэтому здесь такие рядовые случаи, которые чаще всего – это кражи, 158-е статьи, это мошенничество тоже первые части. Внимание! Огонь! Задание – за 10 секунд извлечь Макарова из кобуры и на расстоянии 20 метров поразить мишень четыре раза. Своим результатом Игорь Сердюк сегодня доволен – две десятки и две восьмерки. Удивительного в такой меткости мало. Когда-то выпускник был в сборной Ростовского юридического института МВД по стрельбе из боевого оружия. Профессию сотрудника органов внутренних дел я выбрал, потому что, начиная с восьмого класса общеобразовательной школы, я учился в Суворовском военном училище МВД России. Выпускники этого Суворовского училища должны, то есть они подписывают контракт, и они должны в дальнейшем поступать в вузы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Незримый, а порой и вполне зрелищный бой с преступностью Донская милиция, а теперь полиция, ведет уже 98 лет. Но суть работы от переименования не поменялась. Все так же в вузе МВД готовят специалистов со знанием законов, а главное – стараются воспитать в офицерах ответственность и честность. Чтобы создать облик нормального полицейского, в первую очередь должны полицейские нести, выполнять свои обязанности добросовестно и честно. И в то же время и общество должно понимать, что эти люди, они в любом случае стоят на их защите. Обнаружен труп женщины, возраст примерно лет 30-35. На месте происшествия мы оградили территорию. Манекен Анжела для студентов частенько играет роль жертвы. Будущие следователи и эксперты-криминалисты учатся собирать информацию на месте преступления. Вещдоки, отпечатки пальцев – первые предположения. Полицейские должны уметь многое. И обязательно силовая подготовка. Кувырки, броски, бой с тенью и приемы рукопашки. Третий и заключительный сбор в зимней паузе чемпионата начал футбольный Ростов. Его наш клуб проведет в испанской Малаге до 24 февраля. Помимо тренировок будет сыграно три контрольных матча. И все с норвежскими командами, причем далеко не самыми сильными. В субботу ростовчане проверят себя на клубе «Олесун», в прошлом сезоне вылетевшем из высшей лиги Норвегии. В воскресенье игра с 11-м поселек-клубом «Тромсё». И 23 февраля встреча со Стабиком, который занял в чемпионате 9-е место. «Ты никогда не узнаешь человека, пока не потанцуешь», – с ним, уверяют участники своеобразного танцевального караоке. Сегодня в Ростове отборочный тур регионального этапа всероссийских соревнований по киберспортивному симулятору «Джаст Дэнс». К зрителям спиной смотреть нужно на экран. Игроки должны четко зеркали танцующих на экране персонажей. Чем больше движений совпадет, тем больше очков наберет пара. Ангелина и Алина из команды экономического лицея занимаются хип-хопом и, говорят, перестроиться на другие стили сразу было трудно. Но им удалось разгадать секрет игры. Мы поняли, что робот не считывает качество. Мы старались повторять движения более широко, чтобы робот мог их засчитать. Когда мы пытались работать на качество, у нас не получалось. Сначала девочки победили на внутренних лицейских соревнованиях. Конкурентов было много. В лицее несколько танцевальных кружков. Когда ребенок не подготовлен, конечно, очень будет тяжело. Если это дети, которые занимаются, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика. Здесь тяжеловато будет. А в принципе, те, кто занимаются гимнастикой и танцами, проблем в этом нет. Хотя повторить с первого раза быстро и точно не просто даже игроку с хореографической подготовкой. Танцоры на экране очень пластичны. Участники долго тренировались и запоминали движения, но все равно сбиваются. Самая любимая композиция танцоров – Джон Уэйн, Леди Гага. В паре из Батайска он специалист по эстрадному танцу. Она по народному. А здесь сложнейшей считают композицию «Отумейшн». Для меня она самая любимая, потому что там движение сложное. Я люблю, ну, сложно, потому что мне это нравится – танцевать. И стиль танца все равно мой любимый. Танцевать в любом случае придется все. В квалификации четыре композиции. Еще «Дэдди Кул» и «Блю». Участвуют в соревнованиях школьники с пятого по одиннадцатый класс со всей области. Первым отозвался Зерноградский район. Когда положение ко мне попало, я прочитал, что это киберспорт. Я хотел отказаться. А потом, когда вчитался, что это типа танцевального караоке, решил с детьми попробовать. Они у нас танцуют. Ну вот, что получилось, вы сейчас видите. Для первого раза, я думаю, неплохо. Учитель доволен, хотя баллы у команды невысокие. Чуть больше 14 тысяч, когда другие пары набирали и за 30 тысяч. Возможно, подвела черная одежда. Такой цвет камера плохо считывает. Сейчас идет квалификация. 16 февраля начнется игра на вылет. А всероссийский финал в Москве 17 апреля. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Известный певец, успешный бизнесмен и ресторатор Эмина Галларов дал концерт в Ростове. В зале Театра Горького не было свободных мест. Хотя певец вспоминает, еще три года назад едва заполнялся портер. В своем эксклюзивном интервью журналистам телеканала Дон-24 Эмин поделился новостями из своей жизни. Он купил одну из московских радиостанций и планирует запустить свою. «Жара-ФМ», где будут звучать российские и зарубежные песни. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте дом24.ру. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова